Доброго времени суток, мои дорогие подписчики. Миллениалы. Можно ли на них заработать? Поколение миллениалов много времени проводит онлайн. Сейчас это самая активная часть населения и целевая аудитория множества модных интернет-сервисов. Миллениалы – это люди, выросшие в эпоху цифровых технологий. Так называют родившихся в диапазоне 1980-2000-х годов. Он с детства привыкли к интернету и удобным сервисам, которые позволяют сделать множество вещей онлайн. Большинству миллениалов от 18 до 39 лет – это самая активная и платежеспособная часть населения на Земле. На них ориентирован бизнес целых отраслей цифровой экономики – это онлайн-платежи, интернет-знакомства, сервисы отзывов и множество других сегментов. Считается, что миллениалам свойственен недостаток живого общения, который они заменяют виртуальным. Отчасти из-за этого представители такого поколения совершают покупки онлайн. И чем удобнее интернет-сервис, тем выше вероятность, что миллениалы станут им пользоваться. Значительная часть подобных площадок торгуется на бирже, а значит, на предпочтениях миллениалов можно заработать, если купить акции таких компаний. TripAdvisor – отзывы, отели, впечатления. TripAdvisor – американский сайт для путешественников. Он дает пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира, предоставляя отзывы, сведения о достопримечательностях и возможность забронировать отель в выбранном городе. Основной контент создают сами путешественники, поэтому услуги сайта для пользователей бесплатны. Выручку компании обеспечивают рекламодатели. TripAdvisor появился в 2000 году. Сейчас на сайт ежемесячно заходят более 300 миллионов уникальных посетителей. Учитывая склонность миллениалов решать дело через интернет, TripAdvisor для них – подходящее место для планирования поездок. Видя не всегда положительный опыт своих родителей, миллениалы не хотят тратить всю свою жизнь на карьеру и материальные ценности, которые рискуют обесцениться при следующем кризисе. Лучшая инвестиция для них – впечатление. Исходя из этого утверждения, логично предположить, что сервис наподобие TripAdvisor от этого только выиграет, уверен инвестиционный стратег АЛОР брокера Павел Веревкин. В то же время другая особенность миллениалов – гибкость предпочтений и критическое мышление – может сыграть против TripAdvisor. По мнению Веревкина, миллениалы не будут ждать, пока их некогда любимый сервис осознает свои ошибки и начнет что-то предпринимать. Они скорее уйдут к конкурентам, которые смогут предложить что-то новое и более выгодное. Это отчетливо видно на примере TripAdvisor. Высокая конкуренция в туристическом бизнесе негативно сказалась на финансовых показателях компаний. В последние годы выручка TripAdvisor падает, а это отрицательно сказывается на котировках. Главное отличие и конкурентное преимущество TripAdvisor – рекомендации по ресторанам и другим аналогичным местам. Однако они сложнее подаются монетизацией, чем те же отели, рассказал аналитик Freedom Finance Ален Сабитов. Реклама отелей на сайте приносит TripAdvisor 45% выручки. Однако число предложений от рекламодателей неуклонно снижается из-за конкуренции с сервисами Booking или Awareness. Пока не будет ощутимого успеха в этих направлениях, сложно ждать позитива от акций. Сейчас они торгуются с дисконтом по сравнению с предыдущими годами, предупредил Сабитов. Выручка TripAdvisor во втором квартале 2019 года снизилась на 3%, до 422 миллиона долларов, при этом выручка от гостиничного бизнеса упала на 9%, составив 211 миллионов долларов. Долгосрочная динамика выглядит еще более удручающей, обратили внимание Valor Broker. За последние три года TripAdvisor сокращал прибыль на акцию в среднем на 12% в год. Акции компании с начала года упали на 25%. В то же время торгуемый индексный фонд Ad Global X Melanials Tematic вырос за аналогичный период на 28%. Global X Melanials Tematic это инвестирует в компании, которые извлекают выгоду из особых предпочтений и роста покупательной способности миллениалов. Это полюбившиеся молодому поколению компании из различных сфер. Среди них социальные сети, развлечения, еда, одежда, индустрия здоровья, путешествия, образование, товары для дома, а также финансовые услуги. TripAdvisor провел ИПО в 2012 году и пока не может похвастаться стабильностью. Однако у компании есть устоявшаяся сильная команда, качественный сервис и относительно стабильные денежные потоки. По мультипликаторам TripAdvisor оценен чуть дороже eBay, но, как и подобает новому амбициозному проекту на рынке, не платит дивиденды, обрисовал положение аналитик Солида Вадим Кравчук. По расчетам Freedom Finance, помочь компании может продажа TripAdvisor более крупной компании. Капитализация TripAdvisor в 5 миллиардов долларов может сделать его удобной мишенью как для Booking Holdings или Expedia, так и для технологических гигантов вроде Google, Amazon или Facebook, предсказал Ален Сабитов. Туристическим компаниям объединение позволит лучше конкурировать с Аварднб. Технологическим гигантам традиционно интересна большая база активных пользователей, так как она хорошо укладывается в их бизнес-модель. Google, в принципе, рассматривает рынок путешествий как территорию для экспансий, объяснил аналитик. Только покупка крупным игроком создает шанс на рост акций TripAdvisor, заключил Сабитов. Пока же наша целевая цена по акциям составляет 30 долларов за ценную бумагу. Это ниже текущих расценок на 21%. Valor Brokeri рекомендуют продавать акции TripAdvisor и тоже ждут снижения до 30 долларов. Вызывает беспокойство стагнация выручки в последние годы. Компания почти не растет, поэтому акции закономерно снижаются и сейчас торгуются вблизи уровней 2013 года. Прибыль компании на текущий момент является достаточно низкой, и акции могут стоить еще дешевле в перспективе ближайших месяцев, считает Вадим Кравчук из Солида. Эксперт не советует инвестировать в ценные бумаги TripAdvisor. eBay – динозавр торговли в интернете. eBay – это крупнейший в мире интернет-аукцион. В отличие от обычных аукционов, интересных тем, кому за 80, на eBay продают не произведение искусства или антиквариат. Здесь торгуют товарами повседневного пользования, а также предметами культа для миллениалов, коллекционными кроссовками, редкими картриджами для игровых приставок или особыми выпусками комиксов, вышедших ограниченным тиражом. В 1995 году компанию основал программист Пьер Амедьер. Тогда это была часть его личного сайта и называлась AuctionWeb. Своё нынешнее название eBay получил в 1997 году. Первичное размещение акций eBay состоялось 21 сентября 1998 года на бирже Несдок. С тех пор бизнес eBay постоянно растет. Благодаря рекламе выручка интернет-аукциона во втором квартале 2019 года выросла на 2% и достигла 2,7 миллиарда долларов. Помимо всего прочего, eBay на 130% увеличил доходы от инновационной рекламы без предоплаты. Она принесла компании 89 миллионов долларов. Инновационная реклама без предоплаты отличается от обычной тем, что продавец платит eBay только в случае покупки товара клиентам, а стандартная предоплата за размещение объявления отсутствует. По итогам 2018 года eBay сумел выбраться из убытков. Получив чистую прибыль в 2,5 миллиарда долларов годом ранее, компания зафиксировала убыток 1 миллиард долларов несмотря на замедление экономического роста в США. Прогноз по выручке компании во втором квартале был повышен на 1%, что обещает положительную динамику доходов, рассказали во Freedom Finance. В начале прошлого года eBay объявил о постепенном переходе на платформу нидерландской платежной системы Adain. Главным платежным сервисом интернет-аукциона в течение 15 лет был PayPal. В 2015 году PayPal обрел независимость от материнской компании eBay, но их договор о сотрудничестве истечет лишь в 2020 году. Перспективы eBay во многом будут зависеть от конкурентной борьбы за важнейший рынок интернет-торговли за Индию, считают Valor Brokeri. Согласно отчету индийского фонда India Brand Equity Foundation, в 2020 году выручка индийских онлайн-магазинов достигнет 120 миллиардов долларов. Для продвижения на этот рынок eBay купил 5,5% акций индийской платежной системы PayTML. Благодаря сделке eBay получит более 130 миллионов активных пользователей этой платформы. С начала года акции eBay выросли на 43%, и у компании все еще есть потенциал для роста, считают эксперты, опрошенные РБК Квоут. По мнению Алена Сабитова, основными факторами роста акций станут начало дивидендных выплат и программа обратного выкупа акций на сумму 6 миллиардов долларов. В отдаленной перспективе eBay сможет извлечь выгоду от собственной системы оплаты покупок с помощью криптовалюты. eBay впервые за свою историю выплатил дивиденды по итогам первого квартала. Общая сумма выплат составила 125 миллионов долларов в отчетности за второй квартал Совет директоров интернет-аукциона пообещал вновь выплатить дивиденды, теперь по нолю долларом 14 центом на акцию. Компания продолжает увеличивать число пользователей и инвестирует в повышение лояльности продавцов и покупателей. При такой стратегии у акций eBay достаточно высокие шансы на разворот, спрогнозировал Ален Сабитов. Наша целевая цена по акциям – 48 долларов 57 центов за бумагу. Потенциал роста в течение года – 21%. Онлайн-торговля продолжает расти быстрыми темпами, а eBay – сильный игрок на этом рынке. Поэтому мы считаем акции компании интересными для покупки. Последние результаты предполагают целевую цену в 52 долларах за акцию. Потенциал роста порядка 30%, написал Вадим Кравчук из Солида. Есть у инвесторов и поводы для беспокойства. Благодаря миллениалам на смену торговым центрам приходят интернет-магазины. Для интернет-аукциона eBay это было плюсом несколько лет назад, но в результате развития рынка у компании появились сильные конкуренты – Amazon и Alibaba. Их экспансия способна нанести бизнес-модели eBay серьезный ущерб, предупредил Павел Веревкин. Миллениал легко уйдет туда, где более выгодный и удобный сервис. Тот же Amazon предлагает обширный ассортимент, низкие цены, отличную доставку, надежных продавцов и различные способы оплаты. eBay же застрял на уровне интернет-аукциона, где до недавнего времени оплата была возможна только через PayPal. Для уверенной конкурентной борьбы на международной арене этого мало, заключил аналитик. Всем спасибо за просмотр. Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь. До скорых!